Привет, друзья! Меня зовут Алексей Истомин. И сегодня мы с Андреем Котельниковым разберем раздачу из турнира Вармап по 2200 долларов, который я сыграл на Кипре. Приятного просмотра! Ну что, мы на Кипре. Первый день вармапа. Стол у нас, если честно, так себе, потому что много пакетчиков. А в целом остальные сильные. Вот на Большом Блайнде сидит Иван Дейра, бывший про Виномакса. Очень важный момент. К началу этой раздачи очень агрессивный имидж за столом. Я прям много в этот момент вот рейзил, трибетил, выигрывал или люди скидывали. То есть, короче, я ожидал от него экшена. В общем, я открыл на Котофе. У нас глубокие стеки, там около 80-100 больших блайнеров. И он на Большом Блайнде защитил. Доска 662. Он чек. Я ставлю маленькую ставку в треть пота. Ну тут, я так понимаю, вообще конбетим близко к 100%. Ну да, мы широко тут конбетим. Во-первых, наверное, все же ближе сайс четверти я бы избирал. Ну, то есть, еще меньше четверти. Треть это большая ставка, на самом деле, в такую текстуру. Но ББ шестерок очень много разномастных. Там огромный перевес. То есть, у тебя... Ну тут шесть всего, возможно, есть. То есть, поэтому, как бы, мы ставим сюда часто и маленькими. То есть, если мы с УТГ открыли, сюда еще больше чекбэк был бы. То есть, у нас есть точно король 6, у нас 7-6, 8-6. У нас трибсы есть. То есть, относительно много. То есть, плюс перевес по верпарам. Поэтому, да, имеем право четверть насыпать. Но я бы задумался вообще на флопе чекбэк сыграть. Плюсы то, что мы даем каким-то дамам разномастным, плохим королям разномастным. Ну, словно, король 3, король 4, он задевал король 7, король 8. То есть, они на ставку отлетают. То есть, чекбэка мы их все оставляем. По выходу короля мы две большие жирные ставки с них заберем, как правило. Ну, то же самое и по даме. Вот в сторону чека бы, как минимум, задумался я. Логику твою понимаю, но у меня здесь, знаешь, в голове какая мысль была, что я как будто бы от него здесь буду часто получать, ну, чуть чаще получать чекрейс, чем нужно. И моя рука в этом плане довольно-таки неплохая поставить и получить чекрейс, потому что у нее отличные бэкдорные карты, в которые он будет продолжать блефовать. И при этом я как бы всегда бью и диапазон его блеф чекрейса. То есть, такая как бы, понятно, что у нас вроде бы ничего нет, но при этом очень классная комба на перспективу, потому что, ну, он просто может чекрейзнуть и сдастся, и я выиграю по король ха, или он чекрейзнет и начнет блефовать мои ауты, и мне очень комфортно будет играть. Плюс у меня есть бэкдор флэш. Ну, короче, классно. Из этих соображений я, наверное, чуть больше склоняюсь к ставке. Но идею твою я насчет чека бихайн понимаю, мне нравится. В общем, да, и от него ожидаемый прилетает чекрейс. Я поставил две, он семь. Вот, ну, собственно говоря, когда мы ждем чекрейса, мы его радостно калируем. Проблема начинается на терне, что приходит как бы совершенно неподходящая нам карта. Мы ждали какую-нибудь растушку или какую-нибудь даму, может быть, червовую. Вот, но пришла тройка. Вот, он пихает, и я играю кол. Пихает ауин? Да я шучу, нет, ну... Ну, то есть, соответственно, я собирался сдаваться, если бы он поставил. Он думает, думает и играет чек. Какие у тебя мысли по терну? Ой, да ближе к чекбэку я был бы. Я бы чекбэку в шоу реализовывал, свою король-даму. Мы не то, чтобы старше рук можем выбить, не то, чтобы с младших рук добрать. То есть, какие-то у нас есть 9-10 бэкдор, 8-9 бэкдор, там, ну, или даже с каким-то большим эквити рукатом. Ну, вот король-5, например, мы бы откальнули, если вообще идеально. То есть, такие ставим. Ну, король-даму, мне кажется, лучший кандидат на чек тут. Абсолютно согласен, да, абсолютно согласен. То есть, мы как были старше, если мы старше, и плюс мы еще можем поймать те самые ауты, в которые он все еще может блефануть свой эйр, и мы его легко отобьем. Или же он, как бы, поймал пару, или у него уже изначально трипсы, и мы, естественно, это никуда не выбьем. Нет смысла ставить. Я тоже сыграл чек-бехайнд, и ривер приходит пятерка. Пятерка бубей. Вот. И он размышляет, размышляет, и ставит такой бет в 4800. Четверть. Ну, да, на втором четверть. Да, четверть. Что думаешь? Ну, то есть, действие, понятно, 2. То есть, это... Клоу никогда не лучше. Здрато явно здесь. Понятную причину. То есть, худшее действие Клоу выбираем между пасом и ауэном. Как я понимаю. Ну, или пасом и рейзен. Блин. Мы будем изображать, по идее, супер-русское. Что-то типа туз-4. И что еще? Это даже сложно приподумать. Какую-то прям жесткую ловушку. Типа капкан там, так называемый. Чуть ли там, я не знаю, с двумя шестерками может быть в теории. Ну, то есть, я не вижу, там, в 5-4. То есть, это слишком хитрый чек. Ну, невозможно его сделать. Понятно. То есть, я в этой раздаче как начал думать? А что он, собственно говоря, ну, репет? То есть, давай начнем отсюда и будем исходить вот из точки зрения. То есть, чтобы нам начать что-то выбивать, нам надо понимать, что мы хотим выбивать. Давай начнем с того, что он изображает. Он изображает, в первую очередь, какой-то доехавший стрит. Доехавший стрит, ну, комбинаций, по сути, не так много. Это какие-то две четверки. Она иногда чек-рейзит флоп, она иногда бета и терн. Ну, допустим, осталась одна комба. Окей. Рука типа 3-4. То же самое, да? Она не всегда чек-рейзит флоп. Ну, допустим, с бэкдором всегда это три комбы. Она иногда поставит терн. Ну, потому что все же неплохая карта. Все еще нужен протекшн. То есть, это комба тоже типа 3-4. Ну, допустим, ладно. Одна-две комбы есть. То есть, в общей сложности стрита у него три комбы максимум набирается. Рука типа Туз-4, скорее всего, тоже поставит терн. В общем, стритов не так много. Рука типа 6х. Ну, тоже, да? Наверное, если чек-рейзит флоп, ну, почти всегда поставят терн. То есть, 6х мы не берем. Пятерки. Ну, я думаю, из той же серии. Да, то есть, дай бог, конечно, одна комба у него может быть. Он чек-рейзнул флоп и не поставил этот терн. Но вряд ли. Вряд ли. То есть, тоже-то призрачно. Рука типа 5-3. Ну, то же самое, да? То есть, она может быть. Ну, еще одна комба, да? То есть, по сути, дот там типа 4-5 комб. Вот этих, которые относятся к доске, имеющих стрит. То есть, что, по сути, очень мало. Больше у него, ну, реально сложно придумать. При этом, у него может быть вся часть блеф диапазона, которую мы, как бы, как нам казалось, бьем на флопе. Она, в принципе, к риверу у него осталась. Только в элюкомп у него осталась совсем кроха. А весь этот блеф у него остался с полным весом. С учетом того, какие шансы банку он нам дает, нам надо выигрывать этот банк один раз из шести. Один раз из пяти, один раз из шести. Это сколько? Это у нас между 15 и 20 процентами нам надо всего на колл. А с учетом того, что у него там могут быть просто две рандомные карты. Мне показалось, что как раз-таки у нас здесь колл самая хорошая опция. Сейчас общие паттерны такие, что все знают, что на четверть никто ничего не выбрасывает. И четверть, ну, там, вот эти треть, четверть, это прям такой жесткий вейлю сайт, в который добавляют вот эти и три, и, ну, то есть, для меня тут нормально. Вообще тройку как раз пойти, четверть поставить, чтобы нас на оптимизме. Туз король, туз дама, туз валет, там даже король дама, то есть, пошли колить. Ну, блефовало. В этом есть список. Но согласись, не так много троек, которые, ну, то есть, не так много троек, которые он не поставил терн и бета и тривер. Ну, я согласен, да, эти руки есть. Теоретически, если он чекрейзит руки типа валет три, но это тоже надо находить, эти чекрейзы. Их довольно-таки сложно находить. Вообще такие доски, на самом деле, от высокого чекрейза играются. Просто если, ну, если разбираться в теории. Да. Вот, там чекрейзов чуть ли не больше, чем коллов, ну, или примерно столько же должно быть. Смотри, действительно, вот эти руки, про которые ты говоришь, король три, дама три, валет три, это частые чекрейзы. И это, конечно, прикольно, что они есть. Я, может быть, даже о них не подумал. То есть, это действительно подходящие к нему валюбеты, которые у него могут быть. По сути, это раз-два, ну, четыре комбы, да, дополнительных. Король три, дама три, валет три. Интересно, да, что вот у него в чекрейзе руки типа девять восемь, девять семь, восемь шесть. А симвой, ну, симвой, это хороший бак, да? Да, ну, так вот, еще десять восемь, десять семь, получается, валет семь, вот эти семерки икс, дама семь, довольно-таки большой чекрейз у него. Интересно, просто бетуют ли они терн на вышедшей тройке. Ну, я думаю, там что-то в чек, что-то, что-то в бет, там индифферентно будет. Ну, да, видишь, король три, частый бет, дама три в половине случая, валет три в половине случая. Ну, вот, да, это интересно, это пару тех комбинаций, которые, о которых я не подумал. Что поверил? Пятерка. Пятерку побей. У него десять процентов много ставок. Десять? Да. Ну, давай посмотрим, например, если он ставит десять процентов, как ты думаешь, наша рука это кол? Кол, конечно, да. Ну, вот, как раз десять процентов имеет смысл ставить как раз все вот эти девять семь, семь восемь. Нам нужен один фолд из одиннадцати, то есть, соответственно, этого будет достаточно. И плюс как раз колов мы будем тонно получать от всяких вот этих туз королей, туз дам, королей дам. И это отлично в любой тройке будет как раз-таки на ривере с десятью процентами. То есть мне вообще десять процентов нравится. Вот, но блефовал бы всегда чуть побольше, по-хорошему. Чтобы убедить человека не колить на король даме там, потому что у него хорошие отцы. То есть сейчас у всех хорошие отцы, но если в эту малышку не добавлять блефов, то вот сегодня их станут хуже, но кто об этом думает? И просто будут колоть, потому что это хороший шанс. Ну, понятно. Видишь, тут просто все вопрос, как ты его раньше воспринимаешь, да? То есть ты ему кладешь вот чуть больше троек, например, вот этих. Я про эти тройки скажу честно, в раздаче даже не думал. То есть вот эти чекрейзы с король 3, дама 3, валет 3 я ему не закладывал в диапазон и не мог предположить, что там есть такого рода тройка. То есть я единственное, что подумал, что там может быть тройка с четверкой, которую он чекнул. И, собственно говоря, все. А если у него даже вот каким-то рандомным образом рука типа король 3, то он ее, скорее всего, уже не бета изморили. У меня были такие мысли. Поэтому у меня не было даже мысли о том, чтобы рейзить и выбивать тройку. Я думал, что там ее тупо нет. И она изображает, он строго стрит или же какой-то зачекавший трипс. И эти руки не фолдят на рейзь, а не вы. Поэтому, да, я на самом деле его вскрыл в этой раздаче. И получилось эпично. Он показал как раз одну вот из этих рандомных рук 10-7 червей. То есть почему он не воткнул терн, мне непонятно. Прикольно. Супер. Все, давай, удачи. Легтащися. Да, уговорились. Все, хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok